вот это все вот это ценнейшая вещь на свете вот это одно это тоже как муравьи главные защитники от само дерево занимается самолечением представляете вот это сейчас надо взять и вырезать вот а почему я снова вернулся к этому да потому что я когда пилил что мне сказали ребята вспоминаем кто-то из вас вы используете вот тут раз напилили опять сотни веток как учебный материал вот 24 октября я ничего не выдумал моя фотография посмотрите вот моя кометь вот на моем абсолютно здоровом дереве которое дало ветер 30 это одна из веток раз от перед абсолютно здоровая древесина смотрите абсолютно сюда мороз не пошел понимаете друзья вот еще ближе покажу я волнуюсь вот почему нам нужны вот эти уроки только не эти дебильные по это как там там был это все российский урок по 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 грамматике или как там было по диктанту вот что нужно вот она спасение где их батарея как не настолько материалов полюбуйтесь ребята это мне сказали ты патологоанатом ладно патологоанатом вот вот это последняя фотография после этой экзекуции когда уничтожил десятки абрикосов их надо комментировать каждое внимание видели это бесценный материал лук вы распилите хоть одну и вы навсегда забудете обрезку на кольцо вы навсегда забудете что надо вот это срезать вот это вот надо все срезать писать взять нож и вырезать все мясо до этого и и тогда дерево хана но ведь это же свежее все понимаете это все буквально вчера этот человек который это посмотрите внимательно все же на виду вот возвращаемся до вопрос на хуторе наверно ну пусть у человека это если не ошибаюсь это с казахстана не удивляйтесь на этот акцент вопрос на хуторе наверно много ваши саженцы у местных огородников или дачиков покажите фильмы как растут у них ваши саженцы а то ваш сад чернобаеве татаро все знают лизусь ну нормально же вопрос вот тут я схватился за голову вот это вот вот видите белую крышу да вот елена санасович если вы видите больше там он стоил полтора миллиона и не было денег у нас с вами прикупить вот этот участок а на нем уже росла вот это вот абрикос мой абрикос вот он уже рос но естественно что тут менялись хозяева к нему никто не подходил он бы давно погиб помните по аналогии вот с этим самым вот это вот это вот вот это вот вот если вот так обращались бы или вот так или вот так вот или вот так вот так вот я сейчас хочу что сказать вот к нему никто не подходил 2000 года ой что я говорю он был пересажен с острова там уже не пересажен а там места не было я уже давай по соседям а вы но прожидали по соседям вот куплен был единственный случай покупка готова абрикоса в те годы у бойкова галины у бойкова галина николаевна супер специалиста с этого шушенской гасову директора и кандидата наук и моей подруги вот искренние подруги мои вот это ее а почему до сих пор жив и еще раз где-то году в девяносто пятом 28 лет ему может 30 вот вот я начать вопрос ответил а теперь вы задали такой болезненный вопрос это просто ужас смотрите сюда я сейчас беру я на ваш вопрос отвечаю вот тут считаю что это очень долго да здесь я набираю примерно служите что набираю фото обрезки я готовился как вот фото обрезки вот теперь я немножко листаю кстати вот этот патологоанатом вы с вами не проходили этого ждет если не в свете видели вот купа это это совсем другие это я туда ну путаница происходит поехали вот это и есть патологоанатомия вот она вот она вот она вот она поняли да вот это есть патологоанатомия так вот дальше это я пропускаю вот тут разбираться как есть такое выражение хорошее без бутылки хрен разберешься вот это уровень так что ты все время влазишь это вот такие особенности ладно потерпим вот вот это учеба помните говорил что вот эти вот эти журналы они родили монстров вот один из монстров 2 миллиона 150 тысяч просмотров фамилии не буду да вот он сказал что вот это заживет она сама не резала этим все на битве интернету таки подобрала вот такие вот фотографии и сказала врежьте вот вот этот момент так но теперь чисто реально чисто реально смотрим сюда я подряд это было дело зимой вот и что сделал мой сосед сейчас увидите вот фамилия говорит неудобно сейчас найдем где много снега вот и вы сказали а как этого то 2 есть у чернобаева есть у вас есть а еще у кого сейчас увидите еще у кого нашел вот если будете внимательны вы увидите что все эти фотографии сделаны в одном саду вот у меня с ним общий забор вот это все на абсолютно здоровых деревьев у него были урожаи у моего соседа потом продал это все не так давно у него были урожаи не просто большие сумасшедшие включая бы умел бы еще кое-что смотрите это он отрезал не сухие ветки это он читал ту самую литературу них ночью бы вспомнится вот она чешевидная формы обретели внимание что все это один и тот же двор далеко ходить не надо было видели вот это обрезка считается что она заживет финал сейчас скажу так вот друзья финал этого сказать такой все деревья в его саду до единого погибли а майонет я отрезал только почки веточки просто последнего года тоже калечил вот тоже для этого сокращена жизнь но он умертвил однажды вот взял в один год все это срезал и весь сад погиб а вот это то что я показал только что вот видите вот это я горжусь что оси наблюдательные карты посмотрите вот она вот она сетка рабится вот понизу сейчас секундочку я не знаю что такое так вот смотрите вот я курсор вот сетка рабится это мой забор это крыша этого дома вот или он сам вспоминает это общий забор вот это и абрикос который я посадил своими руками и только потому что за ним некому было ухаживать он жив спустя 30 лет обратите внимание на дату это прошлый год и никаких следов увядания это примерно 29 30 год никаких следов увядания вот я как мог ответил наш вопрос теперь скажите вы мне я имею право учить других не подходить вот сейчас посмотрите я сейчас вернусь чуть-чуть назад сейчас вот сюда вернусь да вот это все такое я уже хотел скомкал пропускаю потому что я считаю что только так можно выроситься вот сейчас покажу вот смотрите нет 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 я хотел показать еще один пример что груши надо резать и резать и резать и резать каждый год причем ну поверьте на слово вот и я уже так маленький этот самый лягу чуть-чуть видео этот фотографий узнаете ее повернули на вот так было его повернули вот так а теперь это не моя фотография вот так вот была моя стала либо я вот и это то самое пульсайдное хозяйство которая принесла огромный вред огромный вред и сейчас не поздно было бы чтобы она вот это вот освещала вот это вот причем мы говорим вот они написали мировой опыт не понимая что вот это перенеси на две тысячи метров на север это все будет мертво вот это к сожалению я и написал вы родили монстров вот ладно пока пропускаем это уже показалось в эти фотографии что тут непонятно и режем вот так вот или ни черта сада не будет или режем вот так вот или ни черта сада не будет вот это есть кустовидная форма а сейчас я напоследок покажу ее семью юлечка привет фамилия матвеева по крайней мере была матвеева сейчас она замужницы может поменяла фамилию так это у меня я сказал делай вид что ты учишь вот так умный вид вот она сделала она улица вот это мой сын вот это кустовидная форма это сами понимаете черешня черешня расти вот так не может и не стал отказалась но какие ветки самые ценные ну-ка еще раз какие почки самые ценные помните чем ниже приливаем чем веточку от прямой от этой потрясной ветки от черенка нижнюю часть берем и тогда получаются чудеса потому что клянусь богом это дерево и сейчас живо и еще покажу вам матвееву семью и все и время мое стекет кстати это все тот же сосед вот видите научили вы делать чешообразную форму вначале поперли ветки полсотни вверх ну где час вот а специалисты а потом еще и умерло дерево так теперь вынуждены ребята а шашмарев вы хотели присутствовать почему может быть потом что-то напишите в той комнате давайте очень хотели сюда попасть так белоруссия так хотя я раньше смотрел ваши первые видео по статье молодого украинца есть такой талантливый парень по персикам вчера еще раз прослушал второе видео правильно увидел новую особенность персика возник вопрос по особенности ворачивание персика из косточек вы четко выделили особенность именно персика соску что у него глубинная сержневая корневая система да я постарался я выкопал целиком корень в однолетнего саженца персика хасанского оказался вот такой вот нетронутый когда это значит этот персик достает с глубины минеральные соединения и другие вещества существенно повышающие его зиму стойкость но мы с вами единой большиняки но это должен учитывать садовод тогда чтобы не повреждать корневую систему косточки персика нужно сразу высаживать на постоянное место согласен я все время придерживаюсь я заговорю сразу на постоянное место это идеальный вариант вот а дальше видите как из предыдущего материала у меня сложилось представление что персик хасанский гладит на один из видов абрикоса маньчжурского вот смотрите упоминает амур сын маньчжур и маньчжурский патриарх вот это самый культурный подражается что на 1 2 меньше можно стойкость а сын маньчжурса поменьше можно столько чего маньчжурского патриарха дальше который вы мне выслали более подходит для привыки приводим персика это на будущее если персик надо садить на постоянное место то как лучше посадить осенью надеюсь он пройдет цификацию в естественных условиях или все-таки предпочтить цификацию более мягких условиях в влажном песке герметичных условиях погреба или все-таки в холодильнике при 0 минус 1 градус течение максимально возможного срока вы давайте на этом мы и закончим почему потому что вопрос серьезный опять голод по европу смотрите я говорю по два месяца вы про 5 но вы же соображаете в этом плане не хуже меня 0 плюс 1 это фактически зима чуть ли не мороз и тогда получается он может два месяца пройдет мой срок но я всегда пишу два три пять градусов а что-то в холодильник он зараза чем хлопает каждый раз напускает туда тепло и у меня получается даже бывает и полтора месяца а если четко выдержите 0 плюс 1 тогда возможно пять месяцев тут мы с вами не расходимся это реально это реально запомним эту цифру хотите подольше вот так теперь это одно второе если существует казалось бы морозостойкость строго самый лучший патриарх менее морозостойкий сын а еще менее амау амур но так как речь идет о косточках то наверное культурный априкос более совместим с амуром чем сыном и тем более с майжурским тут обратно градация на данном стопроцентная биологическая совместимость она никогда не бывает 100 ну 99 а может быть сразу 50 процентов он 30 градусов мороз умрет а может 0 процентов то есть сразу мертвый даже мороза не надо посадили еще еще только привил а он уже мертвый и такое бывает и это первый момент и второй момент у них они все гибридные и все-таки амур косточка айси опылил патриарх а он может быть более морозостойкий чем амурский борозовский патриарх которого пылил королевский и так ответ железово чего вспоминаем анекдот а не анекдот мультфильм тебе чё побольше котлет побольше или сосисок побольше ответ и того побольше и того побольше и не надо заморачиваться наполивать на мор на сына манджурша на патриарха и только по результатам и количеством берете и через метр садите и наберитесь терпения через год у вас может быть они уже через два метра еще через три метра но пройдет несколько лет и после сотни вас получится 50-30 вас получится настоящий сад вот тут-то и последний вопрос естественно условия сертификации садить осенью или сертификация более мягких условиях я все проходил своей шкурой 1500 косточек мульдурского абрикоса я тогда переходил на остров вот там распахал большой участок земля была прекрасно но такая песчаная песчаная вот зашло из 1580 вот ну сами считайте сколько-то но ой 180 я уже забываю из 1500 по естественность сертификации сколько села мыши я не знаю вот хотели взять и не хотели взять и у нас бывает сухо бывает перед песок быстро выветривается вся влага может поэтому плохо взошли но при одних условиях зашли лучше из лучших а если бы я эти 1500 поместил как я делал вот такую коробку вот такой вот слой за слоем слой за слоем вот песок слой 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 полная коробка потом с трудом опускаем это все погреб погреб кирпичный весной достаем эту коробку захожу в сад того же вместо подготовлены скопано потому что это вам не постоянный санка это всего лишь питомник выворачиваем бог ты мой такое впечатление что все на единого проснулись так теперь не мне а вам надо решать сертификация которая вывела самое подходящее ведь я же тогда посадим 1500 получив 180 вот они то сейчас и по всей стране то и пошли понимаете а если бы я получил полторы тысячи был бы такой эффект ну тогда давай делить все на это или вы селекционер ух надо закачивать разговор или вы селекционер тогда вы будете садить под зиму и по это что будет то будет или вы будущий торговец вам нужно как можно больше выход годного каждый если у меня кошка 25 рублей высаженец даже манжурца можете по пятьсот уже продавать помните вам показывал два этих я про фотографировал с экрана значит манжурский абрикос моя фотография все честно вспоминайте 300 рублей и манжурский абрикос моя фотография 800 рублей тогда вам уже извините рисковать нельзя значит статификация во влажном песке вот тут как вы сами написали более мягкие вы даже слово применили более мягкие условия да тут уже гарантия более высокого выхода годного то есть это уже коммерческая составляющая а теперь не я а вы решайте под осень я вам не дал ответа я не знаю кто вы селекционер будущий или вы этот самый который этот самый торговец мягко скажем так еще осталось несколько минут тогда я все-таки покажу дружище сколько тут интересных тех моих наблюдений так эти наблюдения какие наблюдения ведь это и есть вот она настоящая это садоводство то настоящее природоведение они вот эту дурь у привитого саженца нету и не может быть штампа генетически не положен он есть семечка а из почки нет ему надо штамп сделать и гробить грубить счастливы вас это все это все мы будем проходить другой а вот и так семейная мастерская северина омск созревает груша уссурийская красная желтая твк железо луча двух видов вот урожай не очень обильно неплохое вчера в александровской усадьбе проводил дегустацию сокусе и мнение разделить россия не разделить на все вкусно если вы были все одно мнение значит так попадалось бы невкусно у многих сложился стереотип что раз уссурийская видовая до чем посажены косточками то кисло мелко горько спешу вас обрадовать вкусная кисло сладкая степичным всего вкусом ароматом хороша для компота варенья сушки если не сидите все сразу зимостойкость великолепно омска ребята это еще круче чем меня урожай ежегодно весной красивый аромат цветет при посадке кучка повторяет родительские свойства начинает плодоносить косточка на счет и пятый год плодоношения и повторяет родительское качество вот это касается цепь теперь переходим тот самого русского абрикоса вот сейчас сравним русский абрикос порадовал супер рожаем супер рожаем вот из так вот ее это самое но у нее тут обломались ветки целое горе получилось вот и наверное на этом все хотел сказать а